Всем привет! Вы на канале Сергея Кончаренко. Сегодня мы говорим о планшетах, а именно об iPad. И на данный момент это iPad Pro 11 дюймов 2022 года. И на сегодняшний день это последняя модель, самая свежая или самая новая модель, которую выпускала Apple. Да, как ни странно, видео записываю в начале 2024 года, сам планшет 2022 года. Вполне вероятно, что будут скоро еще планшеты. Но выбирали именно сейчас, нужно было именно сейчас, поэтому покупали вот такой вот планшет. Для начала мы его сейчас откроем. Я расскажу вот здесь основные характеристики, что это за планшет, точнее название. Модель iPad Pro 11 дюймов, четвертая генерация или четвертого поколения Wi-Fi. Есть версия еще с поддержкой мобильного оператора, но чаще всего, что мы будем пользоваться этим планшетом дома. Если не дома и нужен будет интернет, всегда есть возможность раздачи интернета с вашего смартфона. А если же устанавливать сюда еще какого-нибудь оператора, то дополнительно нужно будет ежемесячно оплачивать тариф. И если брать с расчетом на то, что нужно будет что-то с интернетом, то еще и оплачивать, но не совсем маленькую или минимальную сумму ежемесячно. Ну и, к слову, хочу сказать, что есть еще iPad Pro 12,9 дюймов. Они идентичны по характеристиках, только там различия в дисплее. Ладно, давайте все-таки будем открывать. Я расскажу, почему я взял именно этот. Почему в целом взяли iPad и также, к слову, у меня есть сейчас на руках планшет Lenovo. Lenovo 23 года. Очень хороший по характеристикам и очень хороший по цене. То есть там соотношение цена-характеристики просто что-то, знаете, из разряда нереальных. Потому что вот он Lenovo, это, конечно же, Android, и здесь есть свои как плюсы, так и минусы. И стоимость такого планшета порядка 200 долларов. По характеристикам он мало чем будет уступать вот этому вот. Хотя, ну, знаете, характеристики это одно, а работа это другое. Итак, комплектация. В комплекте, естественно, сам планшет, к которому мы вернемся немножко позже. Помимо планшета, конечно же, инструкции, гарантийные талоны. Type-C кабель для зарядки. Type-C кабель здесь на двух концах Type-C. Кабель тканевой оплетки. И что-то я предполагаю, что здесь не сильно длинный кабель. Это, конечно же, минус. Ну и зарядное устройство. Зарядное устройство от Apple также фирменное. Мощность зарядного устройства 20 Вт, 9 Вольт, 2,22 Ампер, если я не ошибаюсь, или 2 Ампер. Так вот, по сути, здесь Type-C порт для зарядки. Здесь есть, получается, быстрая зарядка. Но так как в iPad батарея не маленькая, кстати, достаточно компактная, но увесистое зарядное устройство. Это радует. Она собирается, разбирается для транспортировки очень-очень даже неплохо. Ну, по сути, получается, это и весь комплект. И если учитывать то, что в планшете батарея не маленькая, не маленького объема, то, естественно, заряжаться он будет, ну, достаточно долго. Достаточно долго это сколько? Это порядка, я думаю, двух часов будет время полной зарядки от оригинального зарядного устройства. Хотя, опять-таки, в дальнейшем это все проверим. Спасибо Apple, конечно же, за такой комплект, потому что, вспоминая iPhone, и вспоминаем, что там, упс, что там в комплекте есть только шнур, а зарядное устройство нужно покупать отдельно. То есть, здесь еще получается довольно-таки неплохой комплект. Итак, что мы видим? iPad Pro, отличный, достаточно тонкий, это хорошо, приятно. И по расцветкам, опять-таки, там есть две расцветки, если я не ошибаюсь. Вот Space Gray и просто Gray, или Space Gray и Silver. То есть, вот это вот цвет, тот, который темнее, есть цвет, который светлее. Дальше выбирайте, что вам больше нравится, что вам больше подходит. Так, первый запуск и, соответственно, первая настройка. Посмотрим, что он из себя в целом будет представлять. Давайте, пока он будет запускаться, я все-таки расскажу, почему я покупал данный планшет. Итак, основные цели, для чего я покупал этот планшет. Итак, набор языков здесь, как всегда, будет универсальный. Будут присутствовать все самораспространенные языки. Это хорошо, есть из чего выбирать, и проблем с этим никаких нет. И это все равно, где вы будете покупать этот планшет. Без разницы, будете вы покупать его где-то в вашей стране, или где-то за рубежом. Можете покупать там, где вам больше нравится, или где ниже ценник. Есть первые запуски, активация прошла. Давайте теперь я расскажу, для чего покупался данный планшет. Первое, что хотелось бы отметить, что iPad у меня был в личном пользовании. Это первые несколько версий. Да, и потом был очень длительный перерыв, в котором я iPad'ами не пользовался. Но пользовались мои знакомые, и я пробовал, что такое, периодически смотрел, стоит ли смотреть в эту сторону или нет. Ранее я не видел смысла в планшетах, в особенности в iPad'ах, потому что не понимал, для чего он в целом мне нужен. Что сейчас? Сейчас ситуация немного изменилась, и для чего был приобретен данный планшет. Ну, первое или одно из основных, это рисование и пробы создания графики. Нет, это не я, это мои члены семьи, и им это интересно. Далее, последующее, это обработка фотографии. Моя жена занимается фотографиями. Здесь можно работать с фотографиями, можно использовать тот же самый Photoshop. Мощность здесь позволяет, экран здесь позволяет очень хороший. Плюс ко всему, так как я сказал по поводу рисования и графики, то здесь есть возможность еще подключать стилус, который еще в дороге. И здесь будет точно так же, я буду использовать его, и мои члены семьи будут точно так же использовать. Например, для рисования, для графики, для обработки фотографий. Следующее, для чего это обработка видео. Да, на этом планшете можно обрабатывать видео, учитывая, что здесь можно также устанавливать профессиональное приложение по типу LumaFusion, DaVinci. И, возможно, нужно будет посмотреть, может уже есть Final Cut на данный планшет, а может быть и нет, так как здесь приложение можно устанавливать такие же, как и в обычном ноутбуке или PC, так как здесь используется такой же процессор от Apple M2. И это круто, потому что я использую вот сейчас на данный момент MacBook Air на M1, и это феноменально классный сам ноутбук, и очень-очень даже быстрый, шустрый, и это хорошо. Далее, помимо редактирования видео, которым я, возможно, буду заниматься, потому что дисплей, в принципе, не маленький, и этим заниматься в целом можно. Я думаю, может быть удобно, мощность будет позволять. Далее, естественно, это игры. Игры, как обычные, которые есть в App Store, и также Apple Arcade. И Apple Arcade, ну, это, скажем так, Next Gen в игровой производительности или в игровой индустрии, в мобильной игровой индустрии. Например, сюда легко цепляются геймпады, и с геймпада уже можно играть на таком вот большом дисплее. Опять-таки, мощность позволяет. Опять-таки, здесь металлический корпус, это большой планшет, он так нагреваться не будет, и хорошо можно использовать для игр, и в особенности Apple Arcade. Ну, естественно, никто не отменял стандартные задачи по типу фильмов, YouTube, соцсетей, которыми могут пользоваться все. Цели были поставлены такие вот, и как минимум кому-то в семье с такими вот целями данный планшет подойдет. Но изначально это были запросы на рисование и пробы создания графики. Вот по поводу, может быть, кто-то будет говорить, что кто рисует на планшете, на таком, или там еще на каком-то другом. Почему это не Android-планшет? Ну, просто потому что кто хотя бы минимально работал на Apple iPad'ах, тот сравнивать с Android-планшетами не будет, потому что, ну, да, YouTube или фильмы можно смотреть и на первом, и на втором, читать книги можно и на первом, и на втором. Но вот большинство профессиональных задач на Apple iPad будут работать значительно лучше, чем на Android-планшетах. И это уже проверено неоднократно. Так вот, по поводу рисования, по поводу графики, у меня есть знакомые, которые занимаются этим. Да, они используют планшет уже немного побольше. Это iPad Pro 12,9 дюймов, на данный момент это 11 дюймов. Да, на 12,9 дюймов будет немного удобнее, потому что больше у вас площадь для работы, больше возможностей для творчества. Так вот, занимаются этим уже профессионально. Причем профессионально занимаются, одни занимаются графикой, вторые занимаются рисованием картин и иллюстраций для книг и журналов. Да, в действительности так и есть. И это все работает на профессиональном уровне, на этом же уровне, на вот таком планшете люди зарабатывают неплохие деньги. Так что пробовали. Во-первых, прежде всего мы видели. Во-вторых, мы сначала попробовали, посмотрели, как это работает, понравилось. Ну и вот тогда уже решили сделать свой выбор. Почему этот именно планшет? Ну, здесь опять-таки просто, все просто, исходя из целей и задач. Во-первых, я сказал, что не Android, потому что под эти цели Android не подойдет. А вот iPad подходит лучше всего для этих целей. Дальше, почему именно 11-дюймовый? Ну, прежде всего, я выбирал, чтобы это был достаточно новый планшет из последних новых моделей. Дальше, чтобы в обязательном порядке это был Pro-версия, iPad Pro. Ну и там было только два варианта. 11 дюймов и 12,9 дюймов. Конечно же, 12,9 дюймов смотрится очень хорошо. Там дисплей получается такой, как в ноутбуке Air. И это классно. Но стоимость там, конечно же, очень сильно отличается от вот этого планшета. Ну, чуть ли не на 50%. То есть, ну, значительно. Если, скажу так, если вы покупаете просто, чтобы посмотреть, как это будет работать, получится, не получится, понравится, не понравится, но такие деньги платить немного, я бы сказал, так, жалко. Потому что стоимость данного планшета, даже вот этого планшета, уже на уровне неплохого ноутбука. А если вы будете покупать вот этот вот набор еще с стилусом или с клавиатурой и стилусом, то это будет выходить уже на уровне очень даже неплохого ноутбука. А если вы будете покупать еще 12,9 дюймов, тогда там цена будет расти очень-очень сильно. Там уже ценник будет такой же, как у, например, тех самых макбуков. И это уже тоже интересно. Ну, естественно, только Pro-версии имеют хорошее железо. То есть, M.2 процессор, это один из самых новых. Ну, естественно, программное обеспечение позволяет что? Позволяет здесь устанавливать приложения, такие, как вы можете устанавливать на полноценном ПК или ноутбуке. Ну, естественно, так как мы все видели, как работает на Pro-версии, соответственно, и покупали, конечно же, Pro-версию планшета. Ну, вот это вот все цели и почему именно данный планшет. Теперь поговорим об основных достоинствах этого планшета. Итак, первое, что стоит отметить, о чем я уже говорил, это мощный процессор M.2, который не просто шикарный по производительности, а еще и с хорошим запасом на будущее. Учитывая то, что в этом планшете, да и в целом в Apple очень-таки хорошая длительная поддержка по программной части, плюс ко всему хорошие материалы, то он адекватно сможет работать лет пять. При этом он будет и дальше работать, возможно, просто не будет в полной мере оправдывать ваши ожидания, как, например, сейчас, в 2024 году. На сейчас это один из самых новых планшетов получается, ну, или самая новая модель на сегодняшний день и по производительности, и по работе в целом. Ну, и плюс ко всему, варианты по памяти. Во-первых, есть варианты по памяти 8х128, 8х256, 8х512, и следующие версии на 1 и на 2 терабайта уже идут с объемом по памяти 16 гигабайт. Мой вариант, Antutu вот открываем, мой вариант Apple iPad Pro 14, 11 дюймов, Apple M2 процессор, графический ускоритель M2 GPU точно так же, вот он процессор Octa-Core, графический ускоритель, разрешение, смотрите, поддерживаем разрешение, разрешение дисплея 1668х2388. Напомню, что для планшета это достаточно-таки высокое разрешение, и это очень хорошо. Ну, и здесь по камерам, по возможности поддержки, что к чему и как, можно точно так же посмотреть. Но это самое основное, то, что нужно было мне при выполнении данных задач, ну, и, возможно, попутно еще каких-то задач. Настолько быстро работает этот планшет. Ну, я думаю, сомнений сейчас у кого-то не будет, что планшет будет работать быстро. Например, давайте, знаете что? Инстаграм выгрузим из памяти, выгрузим из памяти YouTube. Ну, ладно, давайте все выгрузим из памяти. Загружаем инстаграм. Смотрим, быстрая загрузка, прогрузка, и все работает достаточно стабильно. Ну, неудивительно, конечно же, потому что за такую цену еще бы он работал нестабильно и не быстро. Если это YouTube, ну, YouTube я пока в аккаунт не заходил, но, пожалуйста, точно так же скролл. Все быстро, плавно, шикарно. Если зайти в тот же самый App Store, ну, я его выгрузил, но такое впечатление, как будто бы даже и не выгружал. Что очень хорошо, потому что, ну, смотрите, загрузка также достаточно быстрая. Главное, чтобы интернет был и прогружался. В эту категорию я даже еще ни разу пока не заходил. Ну, и если говорить в целом, Antutu Benchmark я, конечно же, прогоню. Возможно, в конце этого видеоролика добавлю, сколько набирает данный планшет, чтобы хотя бы минимально понимать, что от него стоит ожидать. Плюс ко всему, что хотелось бы отметить, здесь множество датчиков на верхней панели. Стоит отметить то, что помимо камеры стандартной, фронтальной, здесь есть еще и Face ID, которые работают по аналогии, как и, например, в тех же самых iPhone. И это хорошо, потому что достаточно безопасно пользоваться этим планшетом. Далее. Далее хотелось бы поговорить по поводу дисплея. Дисплей. Диагональ 11 дюймов и частота дисплея 120 Гц. Это Retina дисплей. И это один из лучших дисплеев, которые можно найти на планшетах. Ну, во-первых, конечно же, есть темная тема, светлая тема. Но это не столь важно. Есть параметры настройки в зависимости от времени. Яркость. Вот это вот максимальная яркость. Заявленная яркость 600 нит. Для работы в помещении более чем достаточно. На улице более чем достаточно. Разве что на ярком солнце, возможно, вы что-то не увидите. Но с другой стороны, на ярком солнце будете ли вы работать? Я думаю, нет. В лучшем случае, если вы будете где-то работать на улице, это на природе, в теньку, под деревом. Или же, возможно, где-то на скамейке точно так же под деревом. Это будет нормально, приятно точно так же работать без каких-либо проблем. Но и это, кстати, будет одно из основных отличий. Например, если брать 12,9 дюймов, помимо диагонали дисплея, там будет еще немного другой дисплей. Там будет Retina XDR дисплей, который имеет значение по яркости практически в два раза выше. И там уже можно рассматривать в действительности как профессиональный планшет для работы даже на улице. Но, я скажу так, яркости будет достаточно более чем даже такой, как здесь. К слову, макбуки Air имеют запас яркости до 600 нит точно так же. И на улице комфортно было работать на таком вот ноутбуке. По-прежнему здесь присутствует True Tone. Но, обращаю ваше внимание, если будете работать с графикой, с цветами, с обработкой цветопередачи, цветокоррекции, то этот пункт лучше всего выключать. Ну, а по поводу цвета и калибровки, опять-таки скажу, для работы с цветами, с редактированием фотографии, графики, видео, айпады и в целом Apple техника одна из самых лучших, потому что там хорошо откалиброванные. Это также стоит учитывать. То есть, если вы покупаете планшет не только для просмотра видеороликов, да, или чтения книг, то этот вариант также очень хорош. По поводу приложений я уже сказал, что поддерживается приложение. Ну, вот, например, как здесь Photoshop. Это вполне вероятно, что полноценный Photoshop. Опять разберемся, посмотрим, что к чему и как. Посмотрим, что по поводу видеоредакторов. Будут работать, не будут. И как они будут работать точно так же интересно. Ну, и еще один плюс, это, конечно же, камера. Сейчас я вот ее нашел. И по поводу камеры. Ну, во-первых, камера в айпадах это лучшая или одна из лучших камер. Наверное, все-таки лучшая камера в планшетах. Да, я прекрасно понимаю, что в планшете камера какая-нибудь супер не нужна. Но, во-первых, обратите внимание, что здесь есть и широкоугольная камера. Широкоугольная камера, обратите внимание, 0.5х. И есть обычная камера 1х. Ну, и плюс ко всему, цифровой зум никто не отменял до 5х. По поводу камеры, хочу сказать, да, она, конечно же, будет хуже, нежели в айфон. Но она будет однозначно лучше, чем у большинства других или чем у всех других андроид-планшетов. Это хорошо. Но здесь, помимо того, что есть также портрет, есть также другие вариации, и здесь можно с этим работать. Но, помимо этого, по видеозаписи... Ах, я здесь, наверное, все-таки не покажу. Вот камера и вот настройки камеры. Данный планшет может записывать в Full HD 30 кадров в секунду, 60 кадров в секунду и 4К, 24, 30 и 60 кадров в секунду, что круто. Далее, также вы можете управлять видеоформатами, настраивать. И здесь же есть еще возможность включения съемки в ProRes, если я не ошибаюсь, в несжатом режиме. Ну и помимо того, что здесь вы можете пользоваться в этом планшете просто камерой, то вы еще можете использовать... Напомню, что здесь присутствует возможность пользоваться лидаром. Вот он, здесь вот эта вот точка, это и есть лидар. То есть, помимо двух камер, здесь есть еще и лидар. С помощью как раз лидара вы можете работать с дополненной реальностью и с графикой. И это очень хорошо. Хорошо это тем, что тот, кто пользовался, тот может понять и тот понимает, что, зачем и как. Ну вот, например, если вы вдруг не понимаете, зачем это, то есть самое простое, самое банальное. Почему можно использовать лидары, как им пользоваться? То есть, вот когда вы занимаетесь дизайном, стройкой, занимаетесь планировкой, то вы просто можете отсканировать лидаром вашу комнату. Не просто комнату, а можете отсканировать ваше все помещение. Там же останутся размеры, там же останутся, если мебель какая-то была, и останется и мебель. Вы можете это посмотреть в 3D режиме, вы можете посмотреть в режиме простом карты, чертежа. И можете это все моделировать под ваши задачи, все, как вы хотите делать. Это просто банальнейший пример, которым пользовался я на айфоне своем. И это классно и круто. Например, когда вы выбираете, я не знаю, как будет расставлена у вас мебель, когда вы выбираете, что вы будете устанавливать, когда вы... Я даже не знаю, можно какие примеры привести. Может быть, когда вы покупаете квартиру, я не знаю, может быть, дом. Чтобы хорошо планировку себе завести в цифровом виде, это все будет классно выглядеть. И вы можете в любое время посмотреть на это как в живом виде, как фотография, в 3D варианте, как дополненная реальность. И плюс ко всему вы можете посмотреть на это в обычном плане. в плане том, как план, обычный план дома или квартиры. Но это просто буквально несколько примеров. Ну, а то, что вы можете работать с графикой, это также хорошо. Ну и плюс ко всему, конечно же, если докупить к этому планшету Pencil, Apple Pencil, и докупить сюда клавиатуру, то это получится полноценный ноутбук, но с более расширенными возможностями. Например, подключением сим-карты, подключением оператора работы с оператором. Например, работа с сенсорным дисплеем, с Pencil, и используя клавиатуру с чехлом одновременно. То есть, это полноценный ноутбук, причем компактный, и также с хорошим аккумулятором, с хорошей батареей. По поводу автономности батареи также будем говорить немножко позже, в полном подробном обзоре. Все расскажу, все покажу, что вас интересовало. Пишите в комментарии под этим видеороликом. Я постараюсь все сделать для вас, чтобы вам было более понятно. Ну и напишите также, нужно ли сравнивать планшет, например, вот этот вот Lenovo. И вот так вот они выглядят друг с другом. Ну, смотрите, да, здесь еще... А, и в первом, и в втором варианте здесь используются магниты. Как в первом, так и в втором варианте используются магниты для крепления стилуса. И разница у этих планшетов по размерам просто колоссальная. Ну, то есть, по сути, давайте покажу, наверное, вот так вот два планшета. Вот смотрите, разница, чтобы вы понимали. И вот этот вот Lenovo, он практически такой же будет по кабаритам, как старшая версия, вот эта вот 12,9, здесь 12,7 дюймов. То есть, получается, iPad немножко даже больше будет. Так что, по сути, по сути, вот так вот еще это будет выглядеть, чтобы вы понимали по размерам. Ну и также напишите, нужно ли сравнивать эти два планшета, чтобы понять все-таки, стоит ли переплачивать. Потому что вот этот вот будет, ну, не знаю, раза в 4, может быть, там в 5 раз дороже, нежели тот планшет. Хотя тот планшет и больше дисплей, и также имеет очень хорошую производительность. Хотя железо здесь будет получше. Так что, пишите в комментарии, что интересно для следующего видеоролика, что подготовить. Ну и вот результаты теста Antutu Benchmark 10-й версии. И планшет набирает практически 2 миллиона баллов. И это очень-очень и очень хороший результат с запасом по производительности на будущее. Опять-таки, если хотя бы примерно сравнивать по производительности по Antutu Benchmark, производительность с Android процессорами и планшетами, и смартфонами, то это самые топовые процессоры, которые сейчас только выходят как новинки на сегодняшний день. Ну, а Apple, как вы видите, есть уже процессоры, которые работают еще с 2022 года, а сейчас 2024-й. Вот как-то так. Производительность здесь очень-очень даже хорошая, с запасом на будущее, причем на далекое будущее. А по данному видеоролику у меня, в принципе, все. Ссылки, я думаю, что, не знаю, оставлю, не оставлю, посмотрите, потому что покупался этот планшет чисто для себя. Кого-то что-то рассказывать, рекламировать не буду. Найду где-то ссылки на нейтральные сервисы. Да, не найду, просто не найду. По данному видеоролику у меня, в принципе, все. Если вам этот видеоролик чем-то понравился или был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на мой первый-второй канал YouTube, Telegram-канал и чат взаимопомощи. В чате взаимопомощи, такие как мы с вами, обычные люди, общаемся друг с другом и помогаем друг другу решать те или иные вопросы, те или иные проблемы, и помогаем с выбором, подбором устройств и гаджетов. Делитесь этим роликом с друзьями, знакомыми, близкими, ведь многим он может быть интересен и полезен. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем пока, до новых встреч.